Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегета мы продолжаем рассматривать Евангелие от Матфея. У нас шестая глава, и это продолжение Нагорной проповеди. Мы уже слышали заповеди блаженств, другие наставления. Вообще, святитель Игнатий Брянчанинов говорил, и не только он, и другие святые отцы, что Христос сокровен в Евангелии. Если ты хочешь лично встретиться со Христом, то не воображай, не какая-то мистика, пусть здесь будет. А ты погрузись в Евангелие и старайся чистым сердцем читать Евангелие, и исполняй то, что там написано. И тогда ты действительно взойдешь ко Христу, потому что Христос сокровен в Евангелии. Итак, вот мы послушаем, что говорит нам наш Господь. «Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного». Вот речь идет прежде всего о милостыне. Кстати, дальше в этой главе, там пойдет еще речь о молитве и о посте. Получается, что вот милостыня, молитва и пост – это три такие составляющие, очень важные, неразрывные составляющие духовной жизни. И причем начинается с милостыни. А почему так? Потому что если не будет милостивого в сердце, то что твоя молитва перед Богом? Ну, представьте, вот человек какой-нибудь, если про него скажут, злой при злой, но зато молится. Молитвенник такой прям, вычитывает правила, но соприкоснешься с ним злой при злой. Вот что такое молитва этого человека, если сердце не смягчилось милостыней? И на самом деле молитва милостивого человека, она действительно становится сильной молитвой. Потому что сердце милостью обретает свободу и наполняется чистыми и теплыми чувствами. И такая молитва, она сразу парит к небесам. Но какой должна быть милостыня? Не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награда от Отца вашего небесного. И так, когда творишь милостыню, не труби перед собою. Как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. А почему так? Я бы не сказал, что очень строгое такое требование. Господь предъявляет. Хотя для кого-то может быть требование строгое. Например, бывают предприниматели, которые спонсоры. И они финансируют храм, приход, монастырь, еще чего. И они это используют в том числе для того, чтобы налогов там было как-то поменьше. Ну, бывает такое, что если ты там где-то спонсор, то часть чего-то там снимается. Я, конечно, не экономист, но какие-то привилегии даются. И потом некоторые, они, знаете, как, даже так просят, что вот мы там пожертвовали столько-то, но вы напишите, пожалуйста, что мы там пожертвовали побольше, чтобы нам там привилегий было больше. То есть, они пытаются манипулировать вот той милостыней и использовать ее в каких-то своих коммерческих таких бизнес-целях. И понятно, что здесь уже не совсем все искренне. Ну, про таких говорят, что, Господь говорит, что они уже получают награду свою. Ну, предприниматели, коммерсанты, я понимаю, что это не очень широкая прослойка, но и для нас это тоже вот слова Господа актуальны. Потому что если мы помогаем кому-то, да, и начинаем про это рассказывать, то получается, что мы ищем себе славы. То есть, мы сосредотачиваем внимание на своей особе, желая показаться какими-то хорошими очень перед кем-то. И удержаться от гордыни здесь невозможно. И тебя действительно прославят люди, тебе действительно скажут, вон ты какой хороший, ты и тому помог, и этому помог. Но что-то вот в духовном смысле ты потеряешь. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. А это как? Это значит, сделал и забыл. То есть, вот правый сделал, левый уже не знает. Это значит, что ты вот как только сделал добрый и забыл. И чтобы потом не вспоминал и не причислял, что вот я вот стал, значит, христианином, крестился столько лет назад, вот я вот этому помог, значит, вот этого, вот тут вот я сделал добрый дел, вот в этом преуспел. И когда накапливаем внутри своего сознания, то по мере этого накопления в нашей памяти растет и мнение о себе. А когда мнение о себе, ты начинаешь превозноситься над другими. Тогда как ты не знаешь, может быть, другой человек, он намного более милостивый, более добросердечный. В общем, Господь призывает нас к внутренней работе над собой. Значит, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Значит, что такое милостыня в тайне? Вот ты знаешь, что действительно какой-то там или бедный человек нуждается, ну вот подал и подал, да, или среди соседей есть кто-то, кто очень в этом требуется, и ты вот в простоте сердца, вот нужно помочь, помоги, да, и все. А дальше это ни во что не возводи, не напоминай этому соседу, вот я же тебе помог, поэтому ты вот обязан мне сделать. Вот нет, просьба будет в тайне. Правая рука подала, левая уже забыла об этом. И отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А что значит явно воздаст? А это значит, что Господь тебе даст благодать Божию, которая явным образом будет преображать твое сердце. И ты почувствуешь радость. На самом деле, это вот есть даже такая закономерность, когда бывает, вот мы кому-то бескорыстно помогли, а внутри нам самим от этого становится хорошо и легко, и радостно. То есть, как будто мы приобрели что-то. Об этом преподобный Паисий Святогорец, он так говорил, что вот есть две радости. Одна это, когда вот кто-то нам помог и что-то сделал для нас. А другая радость, это вот когда мы помогли и что-то сделали для другого человека. И вторая радость, она намного больше, потому что такая вот свобода внутри появляется, что ее ни с чем не сравнить. И Господь подаст благодать Божией, которая станет для тебя и утешением, и небесным сокровищем. Вот мы чуть попозже тут же читаем, что собирайте себе сокровища на небесах. А это что за сокровище? Это благодать Божия. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Ну, конечно, Господь это говорил в том вот конкретном обществе, где религиозность, она была понятна, естественна, и поэтому появлялись вот эти вот фарисеи, как бы учителя благочестия, которые подчеркнуто изображали себя особенно благочестивыми. То есть все вроде как бы стараются жить порядочно, а есть некоторые сверхпорядочные, суперпорядочные люди, которые вот прямо так уж вот молятся, возводят взор на небеса, на углах, и мы такие молитвенные. Это вот относилось к ним. Понимаете, когда у нас советское время безбожие распространилось, и храмы закрывались, то попробуй тут перекрестись где-нибудь на улице перед храмом. Это уже для нас это исповедничество было, когда ты в условиях окружающего такого мира греховного, или ты носишь настельный крестик и его увидят, или ты перекрестился на храм. Это уже для нас как исповедничество. А вот в той ситуации, в той ситуации это было выпячивание себя. Ну и здесь может быть, что ты перед другими будешь себя выказывать, что вот ты такой вот особый молитвенник, преуспел духовно. То есть никакое тщеславие в духовной жизни, оно в принципе неприемлемо. И такие люди, они тоже получают награду. А ты как вот, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который втайне. И здесь вот, братья и сестры, здесь на самом деле очень важный такой момент. Вот когда человек заходит буквально в комнату, закрывается, и нет посторонних глаз. Вот именно тогда мы остаемся наедине сами с собой. Понимаете? Когда мы на виду у другого человека, мы себя ведем, вот немножко подстраиваясь под других. И мы становимся артистами такими вот, как бы встраиваемся в общую волну веселья, или там не только веселья, но мы играем какую-то роль. А наедине с самими собой, вот тут ты вот каков ты есть, такой и есть. Поэтому, затворив комнату, мы становимся самими собой, и именно такими мы должны молиться, будучи самими собой, не играя никакую роль. И вот этот вот опыт, его важно получить каждому у себя дома, такой вот сокровенной, искренней молитвой пред Господом, чтобы действительно вот молитва шла от теплого сердца. И уже с таким навыком, прекрасно, когда человек идет в храм, и вот он, получив этот навык, молится в храме в общем молении. Ну тут же как бы встречный вопрос, тогда может вообще храм упразднить? Ну, дошли, так сказать. Если мы себя только покелем, затворим, и упразднятся храмы, то наша молитва, она очень быстро начнет оскудевать, потому что мы люди очень скудные внутренне и очень склонные к снижению своего уровня. И вообще наше естество человеческое, грехолюбивое, оно, знаете, подобно, я вам скажу, оно подобно, вот когда в метро идете, эскалатору, который все время вниз едет, вот все время вниз. Вот это вот наше естество, все время какие-то или помыслы греховные, или какие-то обиды, разочарования, уныния, или про других, какая или злоба, или зависть. И вот христианин – это человек, который вот становится на этот эскалатор, который все время вниз, и должен по ступенькам все время вверх подниматься. Причем, если ты слишком медленно поднимаешься, тебя, значит, вниз все равно унесет. Если ты побыстрее, то ты будешь на месте, на одном уровне. А если вот превозмогай уже, то ты будешь чуть-чуть вот вверх подниматься. И вот это и есть наша жизнь, и естество наше, и плотские страсти какие-то поступают, и все время вниз на стене, вниз. Поэтому нужно все время усилие духовное, а в одиночку мы не справляемся. Поэтому церковь – это не просто вот сборище индивидуалистов, а церковь – это соборное единство тех, которые возлюбили Христа, и вместе вот идут в храм. И там молитва всех, она поддерживает каждого отдельного. И когда мы приходим в храм, то это вот как поток реки, да, молитвенной реки, не того вот какого-то потока, где дохлая рыба по течению плывет, страстей, течение страстей уносит. А наоборот, это вот как все реки текут в море, да, и все вот молитвенные, значит, воздыхания со всех храмов, они устремляются к небу, как к морю божественной благодати. И мы встраиваясь, когда идем на богослужение, то мы становимся в этот поток вот этих рек, которые все устремляются к морю небесной божественной благодати, и нас невольно вот этот поток тоже начинает за собой увлекать и учит нас молитве в том числе. В том числе. То есть важна и индивидуальная молитва, важна и молитва общая, соборная. Важно вот наедине научиться, не принимая на себя никакую роль, что вот я такой особый, но важно и почувствовать плечо других молящихся и понять, что, может быть, ты спасаешься не за счет своих молитв, а за счет молитв тех, которые рядом с тобою находятся. Их молитвы извлекают и возводят тебя из глубин преисподней. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. То есть Господь смотрит в сокровенные глубины нашего сердца и воздает тоже вот божественной благодатью, которая уже явным образом начинает менять жизнь человека. Да, вот, кстати, святые отцы, они эти слова относили еще к молитве Иисусовой и вообще к умному деланию. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, то есть в клеть внутреннего твоего мира. Даже когда ты находишь среди общества, вот едешь в вагоне метро, да, или в автобусе, ты войди в клеть своего сердца, не смотри, кто там чего, да, у кого там экран смартфона, что-то там, или не гуляй по это, глазами там по сторонам на противоположный пол, не смотри, а углубись в своем сердце, от сердца в молитве ко Господу восходи. И вот это вот есть, что вот, войди в комнату твою, то есть в комнату твоей души, и затвори в дверь твою, дверь чувств, не обращая внимания на соблазна окружающего, помолись отцу твоему, который втайне, потому что Господь тут же присутствует, он втайне, его не видно ни в вагоне метро, да, ни, значит, среди окружающих, но он тут же присутствует, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А это молитва Иисусова, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и другие краткие молитвы, Боже, милости в буди мне грешным, Боже, очисти меня грешного, Пресвятая Богородица, спаси нас, А молясь не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Ну, знаете, вот, было по-разному, например, у некоторых языческих народов, там они произносили какие-то вот мантры, иногда даже не в думу смысла, бесконечно произносили, доводя себя до транса, впадали в какое-то экстатическое состояние, ну, кто-то там твердит Ом, 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 или кто-то там Ам, Ум, Ом, то есть вот эти вот разные мантры восточно-индийского происхождения, или вот еще такая Сохам, Сохам, а это буквально Я, это Он, Я, это Он, в этой мантре как бы индус пытается приравнять себя к божеству, Я есть Бог, Я есть Бог, ну, в общем, куча всякого, может быть, нелепого в этой мистике, но путем вот этих вот мантр доводили себя некоторые до транса, впадали в экзальтацию, и понятно, что никакого Бога в этом не присутствовало, а другие язычники, они, например, как делали, для них молитва – это как заклинание, то есть просто вот какие-то словесные формулы, которые должны сами по себе подействовать на мир духовный, и что-то изменить в земной жизни, и вот они составляли подробные такие молитвенные заклинания и думали, что они сейчас подействуют. А иногда, понимаете, пред Богом как? Иногда достаточно бывает от сердца молитвенное обращение к Господу – «Господи, спаси, помоги», и все, тут же все разрешается. Вот помню, друзья мои, они, будучи студентами Московской духовной академии, отправились в миссионерское путешествие, там, по-моему, Кирилло-Черлогорский, что ли, монастырь или еще куда-то, и там Лекшим озеро, такое вот протяженное Лекшим озеро. Ну и, значит, что они бы решили переправиться, чтобы на другой стороне там храм запустения, и в этом храме 70-летней совершалась литургия, а тут семинаристы, вот некоторые там тоже учащиеся регенской школы иконописной, и священники. И они думали, что вот переправимся, послужим, а им местные жители говорят, что нет, сегодня переправляйтесь, будет буря. Ну, они-то приезжие, небо ясное, не облачко, все, значит, отлично, и решили поплыли. И потом вот вспоминая знакомого, сейчас он священник, отец Сергий, плывем, потихонечку вдруг небо стало сгущаться, то есть пасмурное, что такое, значит. Плывем дальше. Они плыли на нескольких лодках, наняли там водители вот этих лодок, лодочники, так скажем, они все-таки согласились, пять, по-моему, лодок было, или три, и поплыли, значит. Ну вот небо стало сгущаться, потом, значит, что, стал дождик накрапывать, потом вдруг буря поднимается, и уже, значит, где-то захлестывают лодки, уже вычерпывают оттуда. Это отец Сергий думает, ну вот если сейчас это нас потопит, то как, надо аппаратуру вот у меня, фотоаппарат дорогой, как быть. И тут впереди видят вообще нечто страшное, идет волна, не то что волна, а как стена, стена, как, ну, вихрь смерч, вот как это назвать, когда темно-синее, сине-черный, там что-то, и какие-то молнии там полыхают, вот это идет, идет, ну там, видимо, какая-то, вот, бывают такие вот места, где очень быстро поднимаются эти бури, и потом, кстати, когда это до берега дошло все, то там даже деревья повалило, постройки, крыши сорвало, и вот на них идет, а их лодки разбросало, те, которые на берегу стояли, просто видели, что вот как, вдалеке вот эти лодочки, там пять что ли штуках, а и потом вдруг раз исчезли, а он вспоминает, что, и вот когда идет на нас, мы просто вот настолько стали вот молиться перед этим, что вот Господи, спаси от самого сердца, и даже, говорит, вот эти неверующие водители лодок, и они стали молиться, и тут понятно, что было не до продолжительных молитвенных правил, а вот просто от сердца, и потом, говорит, наступило что-то невероятное, вот эта стена, где и вода, и ветер, и там, и туча, все, что, как будто она, говорит, вот через нас вот перешагнула, и она уже сзади нас, и не захлестнула нас, вообще совершенно, то есть Господь, Он явил явное такое чудо, хотя молитва, она была очень краткая, но мы понимаем, что это было из такой глубины, вот сердечные просьбы, что от самого сердца, и, кстати, молитвы такие очень сильны, когда вот на работе, допустим, хотят вас уволить, да, и вы тут же вот от самого сердца взмолитесь, Господи, спаси, помилуй, и Господь устроит так все, как надо, то есть сердечная молитва, очень краткая, она бывает иногда очень и очень сильной, вот преподобному Паисию Святогорцу, его один ученик, греческий писатель Афанасий Рыковалис, он приезжал на Афон, и иногда на машине вез на материк, старца Паисия, и вот как-то по пути спрашивает, отче, скажи мне, а Бог, Он какой? И преподобный Паисий вместо того, чтобы объяснять, какой Бог, он начал молиться про себя, и вспоминает Афанасий Рыковалис, что прошло не более минуты, но вдруг я вот реально своим сердцем вообще полностью ощутил присутствие Божие, и открылось мне присутствие Божие, Господь, Он находился и здесь же в автомобиле, и на дороге, и в деревьях, и в красоте вот этого дня, и во всем, что вокруг, и не было ничего, не подконтрольным Богу, потому что Господь все держал это в своих руках, хотя при этом наша свободная воля сохраняется, и я не терял, говорит, сознание, не впадал ни в какой транс, продолжал везти автомобиль, но открылось присутствие Божие, а ведь старец молился совсем недолго, то есть вот так получается, что старец как раз вошел во внутреннюю клеть свою, помолился отцу в тайне, а отец явил явно свое присутствие Божие, ну потому что сердце чистое и смиренное, понятно, и вот к такой чистой, смиренной молитве Господь призывает нас, молитесь же так, и дальше нам предлагается молитва Отче наш, главная молитва, ну, мы ее, конечно, знаем на церковнославянском, Отче наш и же еси на небесах, а тут мы как читаем, ну, в русском переводе, Синодальном, Отче наш, сущий на небесах, и получается так, что вот Господь наш, Спаситель, Он что главное дает? Он дает представление о Боге, как о нашем Отце, обычно было представление о Боге, как о грозном таком повелителе, о Судье, который взыскивает и наказывает, а тут вдруг он наш Отец, да, Отец может быть строгим, но Отец понимает своих чад, и хочет, чтобы у детей было все хорошо, и при этом Он, какой Отец? Он небесный Отец, это значит, что наше подлинное Отечество, оно на небесах, и когда мы обращаемся в молитву Отче наш, мы тут же взор свой к небесному миру обращаем, Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, и смотрите, как вот первые прошения, они обращены именно вот к Божьему, то есть не то, что подай мне хлеб, да, там, еще что-то мне подай, нет, это вторично, вот вначале, вот ко Господу, потому что, если ты в своей жизни прославишь Бога, да, явишь славу Божию в своей жизни, то у тебя все будет, и Господь тебя не оставит, да светится имя Твое, то есть, оно-то, конечно, свято всегда, но люди-то не созерцают это, преподобный Паисий, да, созерцал, а Фанасий Рыковалис только в какой-то момент стал созерцать, и вот, да светится имя Твое, то есть, да будет оно святое, чтобы святость Божия являлась во всем нашем мире, и понятие вот святыни было значимо для людей, чтобы не грех прославлялся, а вот святость Божия, да придет царствие Твое, то есть, мы ждем не какого-то идеального государственного устройства, не какого-то земного комфорта, а мы хотим, чтобы все-таки действительно Божье Царство на земле явило себя, а в чем оно? А в том, чтобы не грех царствовал, не злоба человеческая, ну, конечно, не ложь, не не справедливость, а чтобы воцарились Божьи добродетели, то есть, любовь, смирение, милость, сострадание, и тогда весь мир бы и преобразился, ну, конечно, это явили Царство Божие преподобный Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Блаженный Матрона, а вот мы молимся, чтобы и хотя бы частицу Царства Божия, да приидет Царствие Твое, но это, кстати, Царствие, оно явлено нам в Церкви, в Церкви Христовой, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, почему так сказано? Потому что на небе у ангелов, у ангелов Божиих нет никакого противопоставления себя воле Божией, ангелы – это служители Господа, они вестники Божии, поэтому они исполняют Божию волю, и, соответственно, ангелы пребывают в райских небесных обителях, а в аду, понимаете, вот каждый гнет свою волю, вот, или гнул свою волю, каждый гнул свою волю, и попал туда, где Бога нет. Поэтому, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, и тогда исправятся очень многие ошибки, потому что как, вот есть даже, ну, такая поговорка, что ли, что, значит, молодые мучаются из-за того, что их желания не исполняются, а старые мучаются из-за того, что их желания в молодости исполнились. Понимаете, то есть молодой человек, который еще не все вкусил, вот он думает, что он здесь попробует, тут вкусят, вот это вот испытает на себе, и что желание исполнится, и будет ему хорошо, а потом начинает вкушать, а это входит как отрава внутрь, потому что бывает то, что тебя может повредить, вот как написано, там трансформатор, там знак, не лезь, убьет, ну, а дай-ка я вот испытаю лично на себе, и повреждают себя люди. Вот что такое наша воля, поэтому, да будет воля Божия прежде всего, и тогда люди, как ангелы, станут причастниками Божьего райского царства. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Ну, здесь, конечно, все, что вот необходимо нам, мы от Господа просим. Насущный, то есть, тот, который нужен для нашего существования. То есть, мы не просим себе от Бога роскошных каких-то вот трапез, не просим, чтобы Господь дал нам чрезмерного изобилия, а вот то, что нам необходимо на сей день. Если нужно, Господь своим промыслом устроит так, что все это будет подано. А еще, святые отцы, они как говорят, что вот хлеб насущный, имеется в виду, как в Таинстве Евхаристии, вот под видом хлеба преподается нам тело Христово. И сам Спаситель говорил, что я есмь хлеб, который сошел с небес. И хлеб небесный, который дает жизнь, свою душу за жизнь мира, и те, кто вот вкушают этот хлеб, они приобщаются к жизни вечной. Вот это Таинство Евхаристии, которое ежедневно совершается. И каждый день есть там или здесь какие-то причастники. По храмам Божьим обязательно каждый день кто-то причащается, везде, где служатся литургии. Пусть не все, но вот это приобщение небесному хлебу, и дай Господь, чтобы Таинство Евхаристии, где является вот этот насущный нам небесный хлеб, чтобы она, вот эта Евхаристия, совершалась до скончания века, потому что святой Иоанн Кроштадский говорил, что покуда будет совершаться Евхаристия, будет этот мир стоять. То есть мир и вселенная держатся только за счет литургии, потому что здесь еще Господь вот являет себя на земле ощутимым образом. Значит, Господь не даст земле погибнуть. А дальше мы говорим, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот как интересно, Спаситель, как он, да, то есть мы должны молиться о прощении нашем, но так вот, как мы сами прощаем. То есть Господь ставит некое условие нам. Вот хочешь, чтобы я тебе просил? А Господь всегда простит. Но ты-то сделай для этого что-то. Прости другому. Потому что человечество, оно подобно, как, знаете, такой большой песочнице, вот где сидят дети, и, значит, кто-то у кого-то чего-то там отнимает. Этот построил домик из песка, тот ему порушил. И вот начинают обижаться там друг на друга, бегут к мамам своим. А Господь этот, как общий родитель, смотрит, как люди на земле ссорятся друг с другом, не могут поладить, и говорит, научитесь прощать друг друга. Тогда-то вот Царство Божие и явится на земле. Ну, если не везде, то хотя бы в ваших душах личных. Вот ты простил кого-то, и вот ты уже подобен Господу, который хочет всех простить. И в твоей душе явится Царствие Божие. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ну, насчет этого не веди нас в искушение. Конечно, в наше время бывают иногда споры. А что такое искушение? Понимаете, искушение – это как западня, ловушка. Вот в лесу, как бывало, устраивали некую яму, прикрытая сверху там какими-то кустами. Животное бежит раз и упало туда, не заметив это. Но также может и человек упасть. И искушение – это вот эта некая западня, которую ты вовремя не разглядел и упал туда, и падаешь. Или там вот стал встречаться, с кем не надо было встречаться, потихонечку тебя затянуло, раз, вот до блуда дошел. А человек тебя после этого кинул. А если это девушка была, а если еще, значит, и забеременела, а потом, значит, аборт, а еще себе здоровье повредила. Ну, масса всего может быть вот таких искушений, не только вот с этим связано, не только с телесной сферой. И искушение – это именно западня, которая вот снаружи не сразу разглядит, что там яма, что ты провалишься. И вот мы молимся, чтобы Господь уберег нас от этого, чтобы он помог нам не наступить вот на эти ловушки, внешне прикрывающиеся какими-то безобидными вроде бы вещами. Но избавь нас от лукавого. А лукавый – это, конечно, искуситель, дьявол, который пытается влечь в свои страсти греховные. И мы хотим быть с Господом, а не с дьяволом. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Да, вот в Евангелии от Матфея это есть окончание, в Евангелии от Луки его нет. Обычно мы читаем, получается так, что больше версии Луки, евангелиста, а то, что окончание от Матфея, ну, сложилась такая традиция, уже в храмах произносит священник. Или, когда священник от рядом находится, он «яко Твои есть царство и сила и слава», и добавляется троечная формула «отца и сына святаго духа, ныне и присны, и во веки веков, аминь». То есть, немножко расширительно это произносит. И дальше Спаситель продолжает и говорит, как бы вот отталкиваясь от этой мысли, вот чинаш, она встречается, что вот как мы прощаем, так и нам простится. «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваших». На самом деле, секрет спасения, он очень прост. Вот ты прощай и простится тебе. Не копи злобу на другого, иначе ты и будешь сам содержанием вот этой злобы. Да, если ты копилка этой злобы, то что в тебе? В тебе и есть злоба, а ты не можешь быть с Богом, который есть любовь и есть добро. Прощай, прощай. Люди тоже, ну, потом они, кто-то пожалеет об этом, кто-то не знает, да все пожалеют. Вот попадет в ад, будет вечно мучиться и жалеть об этом. А ты бы лучше заранее о нем помолился, чтобы спасти его от преисподней. Да, потому что любовь, когда в сердце поселяется от Господа, то она ко всем, ко всем изливается, ко всем простирается. И хочется даже, чтобы люди, которые в аду, чтобы они все-таки вышли оттуда и тоже приобщились к милости Божией. А дальше уже про посты сказано. То есть, в начале милосердия говорилось, без милости невозможно спастись. Милостивое сердце выражает себя в молитве, в сердечном обращении к Богу. Но подкрепляться это должно постом, потому что человек как бы двусоставен, душа и тело, и необходимо себя держать в дисциплине. Вот пост, он дает дисциплину, чтобы не поддавались мы грубым страстям, которые будут мешать твоей молитве. А как поститься? И вот сказано, «Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ну, если, понимаете, вот если цель поста угробить свое здоровье, значит, лишить свое естество полностью сил, то действительно мрачное лицо, что вот я уже там настолько угробил свое здоровье и свое телесное естество загубил, что мрачное лицо, оно может подтверждать эту истину. Вот я поделюсь, у нас в лавре Свято-Троицкой Сергиевой лавре был один из монахов, отец Игнатий, Игумен Игнатий, он уже, к сожалению, покойный, но удивительный человек, он несколько раз в своей жизни, ну, я знаю, что он несколько раз полностью выдерживал Великий Пост, не вкушая ничего, то есть 40 дней вообще ничего не вкушал, и что самое удивительное, он прям просто вот сиял от радости, ходил веселый, радостный, никакого уныния, понимаете, то есть, когда, ну, такого уровня духовного, да, то пост, он получается, освобождая душу от страстей, он приносит тебе внутреннюю свободу, и там поселяется радость, потому что человек соприкасается с Господом, а если ты еще вот не поднялся до этого уровня, ну, тоже вот расскажу у меня один друг, он тоже немножко проходил такой подвиг, конечно, не надо браться за такие вот эксперименты духовные, на первой седмице он пять дней ничего не вкушал, но, правда, он, значит, пил чай с лимоном, с медом, и там еще, по-моему, ягоду или там бруснику там или что-то выжимал, то есть, чтобы какие-то элементы получать, но вот пять дней это он, и он действительно сохранял такую бодрость, радость, а на страстной седмице он тоже пытался пять дней выдерживать, и он, в принципе, выдерживал, но уже как-то тяжело это давалось ему, и уже немножко у него недовольство, какое-то вот, чуть-чуть там, какое-то несовпадение взглядов, он уже немножко такое раздражение проявлял, то есть, получается так, что надо знать свою меру поста, и тоже не доводить себя до такого вот чрезмерного истязания, потому что мы должны сохранять духовную бодрость, духовную бодрость, и во время поста отсекать от себя страсти, отсекать страсти, но самому естеству своему не причинять ущерба. Но, конечно, непосредственно в этих словах Спасителю он изобличает фарисеев, которые специально принимали на себя унылые лица, чтобы показаться постящимися, то, что вот мы возложили на себя такой подвиг, духовное дело, не постимся, не едим, вот мы такие, значит, грустные, унылые ходим, и говорит Спаситель, они уже получают награду свою, потому что их хвалят люди, а ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. То есть, да, поститься нужно, говорит Спаситель, и нужно воздерживаться от каких-то вот язв, там, пяти, потому что через это доставляется победа над нашими низменными такими страстями телесными, душевными, да, но при этом не нужно изображать из себя страдальца, что ты путем поста себя в такого страдальца превратил, что дальше не знаем же как, и что все будут тебя жалеть, утешай, там, может быть, пирожок постно тебе будут совать, или шоколад постный, но надо быть радостным человеком, потому что ты вступил в духовное делание, которое освобождает твою душу, и пост на самом деле, великий пост, это великая радость, посты поменьше, это тоже радость, но поменьше радость, в любом случае, это то, что приближает тебя к Богу, а чем ближе ты к Богу, тем и радости тоже больше. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Ну, тут немножко расшифрую, моль понятно, это вот мелкие вот эти изъедают одежду, а ржа тут имеется в виду ржавчина, ржавчина, которая железные какие-то предметы может истреблять, да, и как не пытаются люди, ну, даже, скажем, автомобили, там, покрытие специальное, чтобы не ржавели, там, еще что-то, все равно, со временем все, значит, будет истлевать и уничтожаться, потому что такой наш мир, он поврежденный грехом, и там, где грех, туда входит всякое разложение, и, соответственно, мир этот будет самоуничтожающийся, поэтому собирать себе здесь сокровища, это очень глупо и очень наивно, вот рассказывает мне знакомый, у них несколько детей, то есть многодетная семья, и они поэтому решили построить большой дом в себе, чтобы жить в многодетной семье, а так как не рассчитали свои планы, то строили столько лет, что за это время дети уже повырастали, куда-то поступили в институте и разъехались, и вот они выстроили дом, а дети уже разъехались, и теперь они говорят, будем продавать этот дом, потому что для нас уже он слишком большой, ну а какой смысл, понимаете, было вкладываться туда, то есть человек живет все время иллюзиями, какими-то мечтами, и он думает, что вот сейчас вот выстрою большой дворец и будем там жить, а вкладывается вот в это земное, вкладывается, тратит силы, забывая про молитву, то есть набирает себе много всяких дополнительных заработков, работает, работает вот как отец Тихон, русский старец, наставник преподобного Паисия Святогородца, он так говорил, что вот в Египте фараон специально возлагал на иудейский народ побольше работ, чтобы они перестали молиться к Богу, и говорит из этого вывода, какой делать старец Тихон, что если ты себя тоже перегрузил работами, то у тебя просто исчезнут силы для молитвы, то есть во всем нужна здравая мера. И мы на земле должны зарабатывать для того, чтобы был достаток, было пропитание, было где жить, но не думать, что мы построим себе такие дворцы для постоянного, бесконечного там пребывания. И наша земная жизнь, она подобна всего лишь путешествию, где мы на время остановились в гостинице. Ну вот ты остановился в гостинице, тебе выделили номер, ты там пользуешься какими-то предметами, мебелью и так далее. Когда ты покинешь эту гостиницу, ты что, возьмешь с собой эту мебель, эти предметы, кровать с собой унесешь оттуда или кресло? Нет. Ты оставишь все это там и туда заселится следующий, временный тоже постоялец. Вот то же самое наша жизнь земная, это как гостиница, где мы на время и только на время чем-то пользуемся. Поэтому прилеплять свою душу к этим внешним предметам и думать все время там про мебель, чрезмерно или про вещи и чрезмерно к этому прилепляться, вот эти вот новые вещи купим, те вот уже не знаешь, куда девать все это. И на самом деле духовное в этом смысле оно начинает вытесняться вещественным. То есть есть формы соприкосновения вещественного с духовным. Чем больше вещественного, тем меньше духовного. И вещественное начинает вытеснять дух из твоей жизни. Поэтому Господь и говорит, что не собирайте себе. Это все моль и ржавчина истребит. Не надо. А старайтесь там, где ни моль, ни ржа, ни истребит. А это где? Это небесное райское царство. А что там мы можем собирать? А это то, что останется при твоей душе. Вот стяжал ли ты милосердие к ближнему, сострадание, стяжал ли ты любовь? Это все и сохранится на небесах пред Господом. А еще это вот сокровище небесное, это именно благодать Святого Духа, которая осеняет души христиан, и это сокровище действительно сохранится на небесах. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть тут какой образ? Что больше человек копит, к тому невольное сердце его стремится. И уже такой хрестоматийный случай про эту дореволюционную барышню, ну по-моему преподобный Амбросий Оптинский рассказывал, помещица, которая все время любила вещи, да, и перед смертью умирая, она вот рыдала, что расстается с этими вещами, просила, чтобы ей принесли любимое ее платье. Вот когда увидела, она впилась руками в это платье и так и умерла, прицепившись к этому платью. Настолько руки были сжаты, что вынуждены были выстричь материю, чтобы так ее похоронить. Вот что такое наше стремление привязаться к земному, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, и наше сердце невольно будет стремиться к этим благам земным, они исчезнут, они исчезнут, поэтому созидайте, говорит Господь, себе на небесах. А дальше совсем такие интересные и важные, кстати, слова, как некое откровение даже на самом деле. светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, а если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Ну, на первых словах остановимся, много было толкований, но я приведу только такое, что светильник для тела есть око, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Понимаете, человека определяет то, как он смотрит на все вокруг себя, а смотрит он так, какие мысли у него и какое у него сердце, насколько оно чисто. И чистый человек, который очистил свое сердце, он и будет смотреть на окружающий мир добрым и ясным взглядом. И вот светильник это действительно для тела есть око. Мы как определяем другого человека, можем ли мы с ним общаться, есть ли у нас с ним соприкосновение по взгляду глаз и некий отклик такой. И мы действительно как будто видим некий свет в глазах другого человека. Но этот свет только в глазах, конечно, живущего человека. Когда душа покинула тело, то все, взор уже, конечно, меркнет, глаза закрываются. То есть мы через взгляд глаз соприкасаемся с душой. И вот что с этой душой? И на самом деле святые люди, преподобный Паисий Святогорец, упомянули мы его ученика, одного из учеников, Афанасий Рыковалис. И он описывает, что когда в первый раз пришел к старцу, Паисию. А очень простое было такое общение. Вот он приходит в Каливу, да. А Паисий ему говорит, что ты, пожалуйста, подними, там вот моя кофта лежит. Потому что он вышел на балкончик, и у него кофта упала. Ну и Афанасий поднимает эту кофту и говорит, что вот я поднял ее подать. И когда взглянул у нас старца Паисия, то я аж замер. Потому что в глазах его увидел, как чистое небо, и как будто свет исходил из глаз преподобного Паисия Святогорца. И я аж от этого замер. Ну потому что старец Паисий, он своим сердцем и мыслями своим пребывал с Господом. Сердце было чистое, а в чистом сердце обитает благодать Божия. И это проявляется в том числе через внешний вид человека. Действительно, когда мы встречаемся с благодатными людьми, мы в их глазах видим как будто небо. А если человек озлобленный, это тоже видно по взгляду его глаз. Или если он унынием задавленный, погрузился в печаль, тоже уныние, огорчение. Все это видно, проявляясь. То есть уже не настолько вот он светлый. Ну от нас не надо, конечно, этого ждать. Но мы говорим про что? Про то, что Господь призывает нас к чистому оку. То есть к чистому сердцу. Чтобы мы чисто смотрели на окружающий мир. И такое око, оно есть светильник для всего тела. И когда у человека чистое сердце, то и все тело его, оно как будто сияет. А если око твое худо, да, то все тело будет темно. А дальше совсем такие вот страшные слова. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Объясним эти слова очень просто. Ну вот живет человек какой-то, не ладится в семье, все плохо, унылый он ходит. И потом находит где-то вот на стороне подругу. И когда у нее появляется, то там взор его светлеет. Значит, он получает некую отраду в жизни, отдушину, как он думает, но разрушает свою семью. И получается так, что для этого человека грех измены является светом его жизни. Спаситель говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? То есть то, что ты выбрал себе как свет, это вовсе не свет. Но представить тогда, что же такое вообще тьма, это просто что-то страшное. А кто-то необыкновенно вдохновляется, когда счет его денежный пополняется средствами, и он становится тут же таким вдохновенным, оптимистичным. И понятно, что это все вдохновение, оно повязано, понимаете, ну мы все такие, к сожалению, великому, и это повязано на том, что вот для нас светом является нечто тленное, мирское, а зачастую и греховное. И Господь нас вразумляет, что если свет вот этот, который в тебе тьма, то какова же тьма? То есть открой глаза и созидай сокровища на небесах. А дальше Спаситель продолжает эту мысль. Никто не может служить двум господам. Или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Ну мамона, ну вроде бы так называлось некое там божество, которое отвечало за деньги. Не знаю, надо историков спрашивать. Мамона в данном случае образно именно деньги имеется в виду, а в более расширительном смысле это вообще вот что-то грехолюбивое. Если ты, вот в христианстве невозможна двойственность. Или ты вот за Господом следуешь, или ты вот и туда и сюда, но ты не будешь с Богом при такой двойственности. Тоже один знакомый, ну тоже покойный иродиакон Никон. Он первый воцерковился в своей семье, еще будучи маленьким. Родители еще в храм не ходили. И вот ему семь лет, значит, а он уже ездит в храм. Ходил на станцию, на электричку садился, ездил. И родители говорят, как ты доберешься? Он говорит, да нет, все нормально. И вот он приезжал и там понамаривал, помогал в храме. И глубоко так проникся этой веры. А это еще советские годы были. И, значит, в школе, что стали принимать в пионеры их. Там, когда уже наступил вот этот, да, там какой класс в пионеры? Ну, в начале октября-то, я не знаю, там был он октябренком или нет, но или он, будучи октябренком, как раз обратился в веру Христову. Ну, когда дошло, в общем, до пионерского галстука, значит, одели на него, он приходит к батюшке и говорит, что вот меня там приняли в пионеры. А батюшка оказался достаточно строк, он ему говорит, ну, ты знаешь, все-таки нельзя служить Богу и мамоне, поэтому ты определись, кому ты хочешь служить. И красный галстук пионеры, это несовместимо с тем, чтобы служить Богу. Он же ходил уже по Намарио, и тогда это, значит, вот маленький мальчик, он пришел в школу, повторим, что это советское еще время было, и при всех, значит, снимает галстук, красный отдает учительнице, та в шоке, значит, он говорит, я не могу служить Богу и мамоне, да, ну, давай, значит, родителей вызывать. А там у них тоже тетя, она вроде бы как верующая, она ему говорит, ты, Леня, его так звали, Леонид, ты, знаешь, сделай вот как, мудро поступи, что ты, когда идешь в школу, ты перед школой одень красный галстук, а когда ты выходишь из школы, ты тогда его сними и аккуратно положи в карман. А он отвечает, нет, я не могу служить Богу и мамоне, я хочу служить только Богу. И вот он поступил так, и там, значит, и к завучу вызывали, ну, как-то удалось, значит, продержаться родителям, никаких мер принято не было, а потом, значит, перестройкой все, быстро обрушился весь этот строй, и галстуки эти уже стали никому не нужны, и те же самые преподаватели, они тоже пошли в итоге, ну, по крайней мере, часть их пошла в итоге в храм, а та, которая ругала, она там уже пряталась от родителей. Ну, соответственно, родители тоже пошли в храм. То есть, по-разному все бывает в жизни, иногда это очень, может быть, выглядит наивно, но даже в жизни ребенка это имело огромное значение. А дело все в чем? Вот если брать именно мамону, вот если человек пытается, понимаете, выстроить себе здесь какую-то свою империю денежную, посвятить себя вот только чему-то этому, или греховному посвятить, но он явно не может быть божьим чадом. «Посему говорю вам», спаситель дальше продолжает, «не забудьтесь для души вашей, что вам есть, и что пить, не для тела вашего, во что одеться». То есть, там как бы мамона, да, божество богатства, империя такая, своего комфорта, своего преуспения, а тут вдруг раз и вообще не заботьтесь. О чем тут речь? И спаситель говорит, душа не больше ли пищи и тела одежды? Душа не больше ли пищи и тела одежды? Больше имеется в виду важнее, значимее. То есть, душа важнее, чем тело, а тело важнее, чем одежда. То есть, тело тоже важно, но менее важно, чем душа, а одежда еще менее важна, чем тело человеческое. Понимаете, выстраивается такая иерархия. Так вот, не забудьтесь для души вашей, что вам есть, что пить и так далее. Это речь идет о том, что не тревожьтесь, не растворитесь в своих тревогах, потому что люди живут постоянными страхами. Что будет, если я там не накоплю очень много всякого капитала? Как рассказывал один знакомый иеромонах, который кормлял одну бабушку, и когда она умерла, то пришли к ней домой, и в холодильнике обнаружили просто множество кур. Она где-то там работала и приносила с этой птицефабрики, или что там, в общем, этих кур приносила. И не забита была не только морозильная камера этими курами, но и холодильник, и они уже там портились, потому что просто не могли сохраниться в холодильной карме. А это из-за того, что человек боялся, что он может остаться как бы без пропитания, поэтому лучше накопить, накопить, накопить. А в итоге это никому не нужно, и оно еще и портилось. Все это, понимаете? То есть вот кто мы такие, когда мы думаем, что мы своим умом можем выстроить свою жизнь правильно. А Спаситель говорит, не заботьтесь, то есть не растворитесь в этих тревогах, в этих заботах, что когда ум, он занят только этим, и страхи, они уничтожают тебя. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Ну, конечно, кто-то тут же критически, что же мы сейчас вот тоже как птички полетим. А дело в том, что птички, они все работают, все трудятся. И Господь не говорит, что сидите как бездельники. Все птички работают, то есть они все клюют, что-то ищут, изучают, но при этом они не занимаются лишним накопительством. Лишним накопительством они не занимаются. И вот этих вот лишних приобретений, это особенно сейчас люди в это углубляются и забыли, как жили наши родители, деды, прадеды, когда простые избы, иногда соломой покрывались, когда обувь, она могла быть на несколько человек, вот пара обуви на несколько человек. Кто первый вышел на улицу, того и обувь. А иногда даже рассказывали мне, что брюки были там на несколько братьев. Кто пошел на улицу, того и брюки. И в колхозах наших, в советских, там вообще денег не платил никто. За трудодни работали, палочки вот эти считали, потом выделяли что-то. Ну, в общем, то, как мы живем, и есть все, да, и мы при этом все время беспокоимся и боимся. И то, как наши деды и прадеды жили, тут просто сравниться невозможно. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть. Ну, рост имеется в виду возрасту. То есть, как бы ты не пытался заботиться, ты не можешь приложить возраст жизни своей. Ты не можешь умножить дни жизни твоей. Умирают люди и в молодых годах, и в зрелых. Кто-то всю жизнь болеет, доживает в итоге до преклонной старости, а кто-то здоровый, умирает в зрелости. То есть, тут не выгадаешь ничего, и медицина ничего толком не скажет. У этого там тромб оторвался, там у того еще чего-то. А все в руках Божьих. Поэтому не можем мы приложить своему возрасту ничего. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут? Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, так, как и всякая из них. Получается, что? То, что Господь, весь мир, Он наделил своей заботой. И даже трава полевая, она очень красива. Вот эти цветочки, когда мы выходим на луга полевые, когда мы видим богозданный мир, конечно, он уже тоже печать грехопадения, но все равно красота сохраняется. Понятно, ведь растения, конечно, они не могут сами себе шить одежду. Человек наделен этой способностью. Человеку дана голова, значит, человек должен пользоваться головой, думать ею. Даны руки, значит, руками мы должны выполнять какие-то работы, ноги, значит, ногами мы должны ходить. Некоторые люди, кстати, и этого лишены, но все равно дается возможность и творчества, и трудов каких-то. И даже инвалиды могут достичь глубочайших высот. И даже иконописцы, вот Григорий Журавлев, не имея рук, он расписывал храмы, держа кисточку в зубах. Получается, что Господь даже и тогда проявляет свою заботу и дает некую возможность человеку духовно развиваться, потому что Господь заботится о всех. А уж что говорит против, кому даны руки? И это значит, что ты отложи заботы, вот есть какая-то работа, приносит какой-то достаток и достаточно, а внимание своего сердца основное обрати тому, чтобы не было зла, не было зависти, не было гордыни внутри тебя, чтобы Царство Божие поселилось внутри твоей души, в твоем сердце. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры, не будет оставлен человеку, промыслом своим Господь так устроит, что самое необходимое у него будет. И так не заботьтесь, не впадайте вы в эти страхи, в это малодушие, в эти переживания, и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. А Господь всегда рядом с нами находится. Он для этого, кстати, уделил одному один талант, другому другой. То есть понятно, что если ты бездельник, то ты не пользуешься тем, что Бог тебе дал, и поэтому ты без всего остаешься. А если ты пользуешься тем, что Бог тебе дал, то, естественно, ты не останешься голодным. Но, говорит Господь, ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. А почему так? Потому что если ты всю жизнь заботился лишь о пропитании, а Бога отрицал, и в душе лелеял самые скверные, греховные какие-то злые пожелания, то куда ты пойдешь, когда расстанешься с телом? Тело пожило 70 лет. Да, потом Господь воскресит, конечно, но душа-то бессмертная, и она потом вместе с телом в вечную жизнь вступит. И куда вступит? То есть чему сердцевина твоей жизни была посвящена? Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольны для каждого дня своей заботой. Вот Господь тут главный принцип подает, что выкинь всякие страхи из своей головы о том, что будет потом. Вот мы обычно, а вдруг это случится, а это, а если нас уволят, а сможем ли мы устроиться туда, а вдруг не устроимся, а если будет, значит, дефолт, а если там деньги пропадут, а еще чего-то. И человек просто подавлен вот этими страхами, и вместо того, чтобы жить настоящим и сегодняшним днем, он растворяется в переживаниях о будущем. Надо понять, что Господь находится рядом с нами в нашем настоящем дне. И вот забота о сегодняшнем дне достаточно. И сегодня также старайся очищать свою душу. Сегодня обращаться ко Господу. Господь, Он не завтра или не потом, Он сейчас рядом с тобой находится. Поэтому сегодня и помолись Господу. Сегодня пред Господом покайся в своих каких-то грехах. Сегодня постарайся являть милость к ближнему. Не злобу, не раздражение, не зависть и не блудные помышления, а именно чистоту, доброту, любовь и смирение. И тогда Господь, Он более явно будет являть свою благодать именно в сегодняшний день, а не в завтрашний. Потому что Господь наш есть Господь любящий. И, конечно, поскольку Он сказал, что Он наш Отец, Он не оставит своих чад. Вот, братья и сестры, на этом мы рассмотрели шестую главу. На этом завершаем. Храни вас Господь. Всего вам доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.